Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. В Беларуси горят леса и торфяники. Резкое потепление накалило пожароопасную обстановку в нашем регионе. От трех до шести лет за виноград, гранаты и мандарины вынесен приговор организаторам преступных групп, которые поставляли в Россию фрукты из Турции и Украины. Погони за мотоциклистами, аварии на перекрестках и билет в больницу. О том, как начался мотосезон для нарушителей в репортаже Натальи Каприленко. В каких руках опасен мотоцикл и почему лихачей относят к группе риска, поговорим с экспертом. А также обрушение жилого дома в Стамбуле, крушение самолета, везучий бразильский парашютист и новый факт возгорания электрокара Тесла. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Добежал до финиша и умер. В Гомеле скончался участник эко-марафона. После преодоления до сетиметровой дистанции резко почувствовал себя плохо 43-летний минчанин. Известный пианист и соучредитель футбольного клуба Юрий Блинов. Мужчина умер, не добежав до финиша всего 5 метров. Дежурившие медики не смогли его спасти. У мужчины отказало сердце. В Беларуси горят леса и торфяники. С середины недели уже ликвидировано более 120 пожаров. Наша область не стала исключением. По состоянию на 26 апреля зарегистрированы 16 лесных пожаров на общей площади свыше 330 гектаров. Загорелся торфяник в Лоевском районе. В связи с тем, что почти во всех уголках Беларуси установился четвертый класс пожарной опасности, Министерство лесного хозяйства предлагает ввести запрет на посещение лесов. В Мозорском районе он уже действует. В Апреческом районе в сгоревшей траве нашли очередного погибшего. Тело мужчины обнаружил мастер Гомельского отделения Белорусской железной дороги, когда пытался самостоятельно потушить пожар в 300 метрах от станции Василевичи. Личность погибшего устанавливается. Напомним, в этом году в регионе это уже четвертый случай гибели в результате выжигания сухой травы и растительности. Вынесен приговор двум организованным преступным группам, которые занимались поставками в Россию запрещенных к ввозу продуктов из Турции и Украины. Особо предприимчивые коммерсанты поставляли в соседнюю страну мандарины, виноград, гранат, а также твердые сыры. Суммы незаконного дохода каждой группы исчислялись миллионами долларов США. Один из организаторов объявлен в межгосударственный розыск. Все остальные дельцы задержаны и признаны виновными в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества и штрафом. В одном из дворов областного центра под колеса машины попал девятилетний велосипедист. ДТП произошло в восемь вечера на дворовой территории по улице Чечерская. Мальчика не заметил 58-летний водитель Шкоды Фабия. В результате наезда велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Следователи на этой неделе направили в прокуратуру уголовное дело о хищении минеральных удобрений из хозяйств агропромышленного комплекса нашего региона. В преступлении обвиняются 11 человек. Группа работала по отлаженной схеме и пользовалась халатностью работников госпредприятия. Главный обвиняемый скрылся и объявлен в межгосударственный розыск. О том, как ковалось железо, не отходя от кассы, в следующем материале. Преступная схема исправно работала почти год. С сентября 2017 по апрель 2018. Директор частного транспортного предприятия «Автомедон» в период активной кампании по заготовке и внесению минеральных удобрений параллельно наладил незаконный бизнес. Он организовал группу людей, которые помогли ему воровать товар. Свой интерес преследовали работники «Автомедона», а также водители и специалисты сельхозпредприятий, из которых и похищались химикаты. Как это работало? Водители получали минеральные удобрения для поставки в различные сельхозпредприятия Речицкого района, где накладные подписывались не глядя. Кроме этого, по версии следствия, часть удобрений была просто похищена со склада временного хранения компании «Жлобин сельхозхимия». Серый товар исправно попадал в Калинковичский «Автомедон», где его фасовали, снабжали подложными документами и отправляли в Россию. Но год назад произошел сбой. В середине апреля сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомецкого госполкома, совместно с коллегами из госавтоинспекции и с бойцами ОМОНа, возле города Калинковича были задержаны два большегрузных автомобиля. Правоохранительные органы попросили у водителей предъявить документы. Те показали, естественно, милиционеры усомнились в том, что документы правильные, проверили фуры, и внутри оказалось, что находится минеральное удобрение. Общим весом порядка 80 тонн на сумму в 20 тысяч рублей. Таким образом, была пресечена попытка вывоза минеральных удобрений за пределы Республики Беларусь. Таким образом, участники организованной преступной группы похитили минеральные удобрения на общую сумму более 156 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия, которое длилось около года, была проведена колоссальная работа, были допрошены более 200 свидетелей по уголовному делу, значит, проведены более 25 экспертиз, также внесены представления в различные учреждения, допустившие нарушение законности при производстве приема минеральных удобрений. По уголовному делу работала следственная группа, и, в принципе, все сотрудники выполняли свой служебный долг. И я считаю, что здесь необходимо отметить слаженную работу именно в разрезе доказывания вины, обвиняемых по уголовному делу. Важную роль в формировании доказательной базы сыграли эксперты. Их выводы подтвердили противоправность действий организованной преступной группы. В Гамильевском межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь поступил системный блок персональной электронной и числительной машины с данного предприятия. В ходе исследования накопителя информации, находящейся в системном блоке, с помощью специализированного софта были обнаружены файлы, которые свидетельствуют о том, что работники данного предприятия изготавливали подложные документы. Имущество обвиняемых, дома, автомобили, деньги и катер арестованы. Их оценили в сумму свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело передано прокурору для ознакомления и направления в суд. Гонки на бешеной скорости, уход от патрульного экипажа, езда без шлема, без прав и под градусом. Мотосезон 2019 открылся недавно, а в сводках госавтоинспекции отличились уже новые удальцы железных коней. Вместе с экипажами ГАИ нести службы по безопасности дорожного движения, выявляя нарушителей на мототранспорте, отправилась и Наталья Каприленко. С начала мотосезона ежедневно во второй половине дня на территории областного управления ГАИ построение патрульных мотоциклов. После проверки готовности машины и аппаратуры, которая ведет видеонаблюдение по пути следования экипажа, мотоциклы отправляются в дорожные рейды. На вооружении их 5, 2 Ямахи, 3 БМВ. Современные, мощные, с повышенными скоростными характеристиками, которые предназначены для работы с такой же категорией участников дорожного движения. Мы в том году проводили патрулирование одними мотоциклистами, ну и у нас как бы меньше было проявлений хулиганских. В этом году у нас организовано комбинированное несение патрулей, то есть мотоциклы и автомобили в гражданском исполнении для скрытого контроля и в окраске оперативного назначения. Главная задача мотопатрулей – не устраивать погони за нарушителями по улицам города, поддаваться на провокации любителей показательного удирания от экипажей ГАИ на бешеной скорости, никто не намерен. Мотопатруль – эффективный, а также эффектный способ профилактики. Мотопатрули даже своим присутствием уже дисциплинируют мотоциклистов. Ну и как бы при необходимости, да, они могут проехать за ним и как бы посмотреть, как мотоциклист ведет себя на проезжей части. Ну и корректно, без соблюдения всех мер безопасности, скорректировать его дальнейшее движение. Работать есть над чем. Сезон весна-лето пока стабильно выдает увеличение количества ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и других двухколесных транспортных средств. С начала года в регионе было изъято и помещено на охраняемую стоянку 37 двухколесных транспортных средств. 150 водителей мототранспорта привлечено к административной ответственности. В городском поселке Камарин бесправник на мопеде, сильно разогнавшись, не справился с управлением, улетел с дорожного полотна на обочину и перевернулся. Результат – сильное телесное повреждение. Мотолюбитель в Жлобинском районе без шлема, мотокатегории в правах и документов на байк превысил скорость, не справился с управлением и влетел прямо в стойку дорожного знака. Его успели доставить в реанимацию, но водитель не выжил. В Лельчицком районе байкер не только на градусе скорости, но и спиртного сбил пешехода. Начало мотосезона весьма поучительно. В шести зарегистрированных в регионе ДТП с участием мотолюбителей два случая спровоцировали пьяные мотоциклисты. Семь водителей и пассажиров двухколесных машин получили травмы. К слову, за те же весенние месяцы мотосезона 2018 пьяные мотоциклисты в сводках ДТП не отличились. Все дежурство видеорегистратор на шлеме сотрудника экипажа фиксирует дорожную обстановку по ходу следования. Вот оперативные кадры ведения наблюдения за мотохулиганом в Гомельском районе. На сигналы патрульных водитель не реагировал и пытался уйти, свернув в ближайший лес. Вождение с превышением скорости, бесконтрольное подрезание других участников движения, езда без прав, перевозка пассажиров без шлема и позерские шумовые выступления. Самые излюбленные мотофолы на дорогах нашего региона. Для кого-то это возможность самоутверждения возможно, но только тогда, когда речь не идет о безопасности и жизни людей. Наказание неотвратимо. Мотоциклисты очень уязвимые участники дорожного движения. Их преимущество, маневренность и скорость техники часто служат и печальным недостатком. Фатальных примеров лихачества, вождения без прав, езды по шофе достаточно, чтобы учиться на чужих ошибках. Но каждую весну мотоциклисты совершают свои. Да, иногда любителей мототехники просто не замечают на дороге. После зимы автомобилисты начинают к ним заново привыкать. Поэтому, внимание, это краеугольный камень в вопросе предупреждения смертоносных аварий. В какие дорожные ситуации можно попасть на мотоцикле? Стоят ли минуты драйва десятилетий страданий? И какая манера вождения способна обеспечить баланс между опасностью и удовольствием? Поговорим об этом с заместителем начальника управления госавтоинспекции УВД Гомельского облсполкома Сергеем Бондаренко. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. ГАИ постоянно напоминает о том, что мотоцикл – это средство повышенной опасности. Почему? В первую очередь, почему? Потому что мотоцикл, он малозаметен на дороге. Потому что, если транспортное средство, оно большое, его видно хорошо и в зеркале заднего вида, и впереди, то мотоцикл размером много меньше, чем автомобиль, легковой, грузовой и так далее. Поэтому этим и вызывается опасность, что его не всегда водитель в состоянии заметить, в том числе и пешеход, который собирается переходить дорогу. Ну и плюс то, что мотоцикл у нас – это более скоростное транспортное средство по сравнению к автомобилю, как правило, и что влечет за собой определенную опасность. Сегодня мотоциклы часто выбирают и молодые люди. Особенно мы это видим в городах, в больших населенных пунктах, и там часто можно встретить именно спортивные мотоциклы. Но как сегодня объяснить молодежи, что это опасно, это может повлечь определенные последствия, не всегда приятные. Как достучаться до молодежи, чтобы они выбирали все-таки безопасность или вождение? Дело в том, что, чтобы достучаться до молодежи, как вы говорите, чтобы они выбирали безопасность или вождение, на это нацелена должна быть работа не только сотрудников гос.инспекции, но и в целом всего общества. Ведь молодой человек, который ездит на мотоцикле, он ведь откуда-то этот мотоцикл взял. Как правило, это родители покупают этот мотоцикл. И они способствуют тому, что он садится за руль данного транспортного средства, зачастую не имея при этом права управления. Поэтому достучаться мы до общества можем и до тех любителей мото-драйва только совместными усилиями, начиная от школьной скамьи, заканчивая взрослой жизнью. Каждый из нас хоть раз сталкивался с теми, кто под громыхающий гул глушителя ездил по центральным улицам города Гомеля. Мы поинтересовались у гомельчан, как они относятся к мотоциклистам и как сделать так, чтобы эти люди не попадали в ДТП. Внимание на экран. Ну, вы знаете, я по образованию врач. У нас есть такая, иногда у врачей злые шутки, да? Когда говорят, насколько человек адекватно оценивает защиту своей жизни. Так вот, в большинстве своих мотоциклистов не оценивают. Потому что, находясь на мотоцикле незащищенном, часто без спецкостюма, не понимают, что нарушая правила, превышая скорость, практически сталкиваются с тем, что могут потерять жизнь свою в любой момент. Как уменьшить, не знаю. Как участник дорожного движения я пользуюсь автомобилем и не скажу, что я в диком восторге от того, что эти люди носят по городу, не соблюдаю правила. Отношусь отрицательно. Это вообще никуда не годится. Тем более, еще вот этот звук этот громкий специальный делают. Это же вообще абсурд. Надо запретить, чтобы это не было на улицах города. К тем, кто гоняет, это на их совести. Единственное, что это зависит от них, зависит безопасность наших пешеходов, детей. Как уменьшить, поставить больше на работу ГАИ. Есть же время ограниченное, когда они могут ездить по центральным улицам. Конечно, есть такие, которые это все равно нарушают. Вот, поэтому придерживаться все-таки порядка и главное заботиться, наверное, о том, что есть не только ты, есть и другие, то всегда про это помнить. Наверное, все. Это должно быть у каждого человека в голове. И помнить о собственной безопасности. Ну, я хорошо отношусь к мотоциклистам. Если это делать очень разумно, управлять мотоциклами, соблюдать правила дорожного движения, то все довольно неплохо было бы. Но часто они нарушают эти правила. Ну, и что приводит к авариям. Сам не раз видел, как мотоциклисты, которые недавно еще пронеслись, через 100 метров уже лежат на дороге. Я, в принципе, не автомобилист. Но я думаю, что просто наши водители именно автомобилей не подготовлены к тому, что существуют еще мотоциклисты. У нас их не так много, у нас нет этой культуры. А так, в принципе, неплохо, но лихачат все. И автомобили, и мотоциклы, и даже велосипеды. Поэтому не знаю даже, как это улучшить. Культура всех водителей должна расти. Тогда все будет хорошо. Тогда будет меньше аварий. Ты будущий мотоциклист? Да. Молодец. Ну, будь тогда аккуратнее на дороге. Да. Обещаешь? Да. У каждого водителя, во-первых, должна культура вождения присутствовать. Я так думаю. Ну, так, бог его знает, как уменьшить. Не запретить же мотоциклы. У мотоциклистов должна быть, наверное, я так считаю, больше ответственность. Потому что ездит молодежь, которая все-все равно. Она не думает о других людях. Ну, наверное, надо проводить профилактику какую-то определенную. Чтобы они это понимали. И ездили, ну, нормально. Когда ты находишься в потоке машин, это не значит, что можно творить чудеса. Все, что хочешь. Вот такие мнения. Согласны ли вы с гомельчанами? Да, согласен. И мне понравилось мнение девушки. Вот две девушки были в кадре, которая первая выступала. Тем, что она сказала, что водитель мотоцикла, мотоциклист, он должен помнить не только о себе, о своей безопасности. Но должен также помнить о других. Потому что своим поведением он создает опасность не только себе, но и пешеходам, велосипедистам. Другим участникам дорожного движения. Другим участникам транспорта, да. Поэтому он должен всегда у него быть в уме. И в том плане, что когда он чувствует себя уверенным, что я еду уверенно, пускай быстро. Но не нужно забывать о том, что есть другие участники дорожного движения, которые могут в то же самое время неадекватно или не успеть адекватно отреагировать на появление быстрого, чаще всего мотоцикла. Какое количество аварий с мотоциклами мы имеем уже в этом сезоне? К сожалению, почему к сожалению? Потому что любое количество аварий, это к сожалению. Мы в этом году имеем уже шесть аварий с участием мототранспорта. И все шесть по вине мотоциклиста. Из-за каких нарушений это произошло? Из-за каких нарушений? Это превышение скорости, не выполнение правил проезда перекрестком. В основном это два вида нарушений. Но и способствующие данным нарушениям, которые влияют на тяжесть последствий, это неиспользование мотошлема. И по сути дела у мотоциклиста не так много и средств безопасности. В первую очередь там мотошлем. В первую очередь. Сергей Сергеевич, но ведь мотошлем и также экипировка, они бывают разными, правда? И один мотошлем может спасти от какого-то удара, другой нет. На это стоит обращать внимание? На это стоит, конечно, обращать внимание. Все мы понимаем, что качество той или иной продукции, того или иного товара, она разная бывает. Но наличие мотошлема, даже пускай самого простого, в любом случае дает больше шансов на спасение жизни и здоровья мотоциклисту и пассажиру мотоцикла, чем отсутствие его полностью. Я где-то слышал, что на мотоцикле нужно ездить так, как ездят на машине. И тогда, в принципе, все с мотоциклистом будет хорошо. Вы согласны с этим утверждением? Здесь с этим утверждением я, пожалуй, не соглашусь. Почему? Потому что мотоциклист должен всегда помнить такое правило, что он, с чего мы и начали программу, он менее замечен, чем автомобиль. Поэтому ему при движении в транспортном потоке нужно избегать попадания в так называемые мертвые точки в обзор водителя. Почему? Потому что водитель, не видя мотоцикл, может пробовать просто маневрировать и тем самым совершать происшествие с мотоциклистом. Я понял. Например, мертвые точки. Это какие точки, чтобы наши телезрители понимали? Это, соответственно, двигаться позади автомобиля, справа или слева, в попутном направлении, в том месте, где водитель при просмотре в зеркало заднего вида, соответственно, право-лево, просто не видит его мотоцикла. Поэтому, если двигаться со скоростью потока транспортного, лучше находиться в районе передней части автомобиля. Ну, а также это пересечение перекрестков, да? Ведь вот последний пример в Гомеле тому подтверждение, когда оба вроде бы двигались на разрешающий зеленый, в итоге столкновение, имеем то, что имеем. Да, в Гомеле происшествие, которое произошло на пересечении проспекта Реческий и улицы Косарева, там суть происшествия в том, что загорается зеленый мотоциклист, начиная движение на разрешающий сигнал светофора, но не убеждается в том, что все автомобили покинули перекресток. В принципе, я вам скажу так, что данное происшествие характерно не только для мотоциклистов, хотя у нас тема по мотоциклисту сегодня. Автомобилисты очень часто нарушают. Автомобилисты тоже самое. Поэтому при приезде перекрестков и водителям мототранспорта, и водителям автотранспорта, всем абсолютно нужно при выезде на перекресток, при начале движения на зеленый сигнал светофора, нужно убедиться в том, что, во-первых, весь транспорт покинул перекресток по пересекаемому направлению, во-вторых, то, что все пешеходы то же самое прошли проезжую часть дороги. Потому что ведь у нас не все пешеходы ходят с одинаковой скоростью, так? Ведь пожилые люди, значит, они, скорость движения их медленнее, чем у обычных людей. И выйдя на зеленый сигнал светофора, значит, может уже попасть на... К концу перехода проезжающей части может попасть же на запрещающий. Когда автомобиль, он будет гореть зеленый, и будет определенная опасность для него создаваться. Поэтому здесь хотелось бы обратиться мне и к водителям автотранспорта, и мототранспорта, что при приезде перекрестка будьте, пожалуйста, внимательны, особенно при начале движения. Вот мы слышали из соцопроса одно было мнение, что люди жалуются на мотоциклистов, что часто их звук глушителей создает неудобства. Как сегодня дела обстоят в этом вопросе? Вы знаете, здесь мотоциклистов всех в соцопросе, их, скажем так, отнесли к одной категории. Мотоциклисты. В данном случае я бы их немножко разграничил. Например? Потому что есть мотоциклисты, их преобладающее большинство, которые ведут себя корректно, адекватно на проезжей части дороги, соблюдая правила дорожного движения. И это мотоциклисты, которых... Которые любят этот транспорт и уважают всех участников дорожного движения. Этих мотоциклистов мы рады приветствовать у нас на дорогах, как законопослушных граждан, которые соблюдают правила дорожного движения и заботятся о своей безопасности и о безопасности других граждан. А есть такая подкатегория, как мотохулиганы. Понятно, что она нигде не задокументирована, такая подкатегория, но такое выражение есть. Вот эта категория у нас, в общем-то, не приветствуется на дорогах. Я думаю, в принципе, об этой категории у нас наши телезрители, в принципе, при соцопросе и говорили. Давайте поговорим про еще одних, скажем так, участников дорожного движения, которые находятся в зоне риска. Это велосипедисты. Нарушают ли они, как часто происходят ДТП, в которых они получают травмы? Знаете, велосипедисты, к сожалению, нас тоже нарушают и тоже попадают в дорожно-транспортное происшествие. Основная причина попадания велосипедистов в дорожно-транспортное происшествие, она относится, в принципе, к категории, как с мототранспортом. Это заключается в том, что велосипед мало заметен для автомобилистов. И зачастую это происходит как раз таки из-за того, что этот велосипед не замечается. Часто это выезд из-за препятствия, либо пересечение проезжей части, зачастую даже на большой скорости. И в верхом на велосипеде. На велосипеде, да, на велосипеде, вместо того, чтобы подъехать к пешотному переходу, и спешиться перейти в пешем порядке, и дальше продолжить движение уже на велосипеде. Ну и плюс при движении по правиле части, там, где это разрешено, есть, согласно правилам дорожного движения, варианты, когда велосипедисты, можно двигаться по правиле части. Нужно не забывать, что, когда ты движешься по краю правиле части, что бывает, что нужно сманеврировать, принять левее, может быть, выбои на дороге, не забывать, нужно обернуться и посмотреть, что нет транспорта попутного, под который ты попадешь. Поэтому велосипедистам здесь тоже нужно быть внимательным и помнить о том, что велосипедисты, они тоже малозаметны на дороге. Если велосипедист имеет хорошую обзорность и хорошо всех видит, то его здесь, увы, наоборот. Если возвращаться к мотоциклистам, то среди них, среди категории мотохулиганов присутствует мнение, что если мотоцикл достаточно мощный, там большой объем двигателя, то, в принципе, от погони можно уйти. Что бы вы в противовес сказали такому мнению этой категории водителей? Хочется сказать то, что любая погоня – это скорость. Любое движение, связанное с превышением скорости, увеличением скорости, влечет за собой определенную опасность. И вот происшествия, которые я вам сказал, что шесть уже в этом году были, значит, часть из них именно по такой причине произошло. Не хотелось бы нам приходить к тому моменту, когда увеличение скорости по той или иной причине повлечет нас за собой определенные жертвы или, не дай бог, гибель людей. Поэтому, прежде чем прибегать к вот этому резкому увеличению скорости, начинать скрываться от нарядов ДПС, задумайтесь о том, что необходимо задуматься о том, что они в первую очередь рискуют своими жизнями и здоровьем, во вторую очередь рискуют жизнью и здоровью других участников ДПС. Сергей Сергеевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Калифорнии сразу после взлета разбился легкомоторный самолет. Инцидент записала камера видеонаблюдения аэропорта. Борт начал набирать высоту, а потом неожиданно отклонился влево и рухнул на аэродром. Пилот погиб на месте. Причины крушения расследуются Комитетом по авиакатастрофам США. В миллиметре от трагедии в Бразилии парашютисту пришлось приземляться между домами из-за резкого порыва ветра. Экстремал хотел сесть на ровную площадку, но неожиданно его парашют подхватил восходящий поток ветра и отпустил прямо над частной застройкой. Мужчина едва не зацепился об угол дома, полетел в проем между зданиями и ударился о стену. Остался жив, врачи назвали парашютиста везунчиком. В Шанхае на стоянке для автомобилей загорелась Тесла. Поджигателей рядом не было. Пламя из-под машины появилось самопроизвольно и охватило автомобиль. Пожар полностью уничтожил электрокар и повредил рядом стоящие легковушки. Причина устанавливается, но случай не единственный. Автомобили марки Тесла не раз воспламенялись в США. А это Мозамбик. Посмотрите, как едет поезд. Из выпускной трубы тепловоза валит не только дым, но и огонь. Поезд ужаса, шутят в комментариях авторы видео. Машина не только тянет за собой длинный состав, но и издает при этом жутковатый шум. Одним словом, что не списано, должно работать. В Турции ошибка строителей привела сначала к обвалу грунта, а затем к падению четырехэтажного жилого дома. Здание рухнуло на глазах у сотен очевидцев и развалилось, как карточный домик. К счастью, жильцов в нем не было. Люди были эвакуированы сразу, как возникла угроза. В подвешенном над обрывом состоянии остались еще несколько домов. К слову, для Стамбула это уже не первый подобный случай. В прошлом году работы по укреплению грунта привели к аналогичному обрушению. А это Китай. Со стены здания во двор падают огромные пласты штукатурки. Ветер зацепился за слабое место на фасаде дома и немного пошалил. В итоге пострадали автомобили, скамейки и кровля, на которой рухнула штукатурка. О потерпевших людях не сообщается. В Чикаго, штат Иллинойс, пьяный водитель спровоцировал ДТП. Автомобилист, который ехал позади, записал момент аварии на видео. Нарушителя постоянно клонило вправо. Он ехал по разметке, теснился к обочине, а потом стал быстро перестраиваться влево. Зацепил автомобиль и потерял управление. Его машина ударилась об бетонную стену, а потом перевернулась. Водитель жив, на нем не царапины. А в штате Джорджия сразу два автомобиля врезались в экипаж полиции. Автолюбители двигались на зеленый сигнал светофора, но неожиданно на перекресток поперек дороги выехал полицейский седан. У машины не работали проблесковые маяки и сигнал сирены. Полицменов доставили в больницу, а причины ДТП все еще расследуются правоохранителями штата. На сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА